Рассмотрим сегодня еще одну особенность, еще одно свойство некоторое общее для восприимчивостей, именно асимптотика восприимчивости, потому что мы учислять ее всячески учисляли, смотрели как она себя ведет, асимптотика восприимчивости, смотрели все идеи. Нет, дисципационная теорема была не про нее, была про реквендационную функцию, которая вообще-то тоже связана с восприимчивостью. Были соотношения камер с атронигой, там мы говорили, что есть ограничение на восприимчивость, она должна убывать как минимум как единица на частоту, на больших частотах, как минимум единичка на омега. Иначе соотношения камер с атронигой попросту не заработают и будет в них присутствовать расходимость. Ну и давайте просто напрямую из определения распишем, как себя восприимчивость ведет, получим эти соотношения. Во-первых, для восприимчивости мы писали, имея ввиду проведенную восприимчивость, динамическую, неэстетическую величину, писали вот такое вот свойство. Как сказать свойство? Определение. Определение через функцию реакционную. Восприимчивость это, по сути дела, половинка преобразования Фурье. Половинка преобразования Фурье. И мы отсюда можем, мы, конечно, получали отсюда разные другие свойства, мы отсюда можем отделить вещественную мнимую часть. Вещественная часть восприимчивости выражается чрезвычайно просто и мнимая из этого выражения, поскольку функция Фи является вещественной, реакционная функция по своим свойствам является вещественной, то мы можем записать попросту компоненты, компоненты и экспоненты, слагаемые входящие в экспоненту через косинус и синус. От нуля до омега и от нуля до омега дт. Фи от т, синус омега дт. Такую процедуру можно провести. Сейчас вторая мнимая часть. Ну и можно данное преобразование обратить. Данное преобразование можно обратить, поскольку в матанализе они имеют свое собственное название, синус преобразование, косинус преобразование Фурье, как два частных случая. В итоге можем записать следующее выражение для функции Фи. Обратное преобразование. Фи от т с одной стороны может быть выражено как 2 на Пи. 2 на Пи д омега. Вещественная часть восприимчивости на косинус омега дт. И это будет некоторая отчетная функция времени. Некоторая отчетная функция времени. В итоге оказывается, что на самом деле у нас здесь не вся преобразованная функция в этом выражении. Да, в собственном выражении выше. А только ее симметричная часть. Только симметричная часть, которая обладает свойством четности и нечетности. Мы здесь можем записать только симметричную часть, потому что антисимметричная часть здесь вклада не даст. Она нечетная. Она нечетная. И при сворачивании с косинусом она у нас даст 0. Так. Так. Погодите, или... Или я немножко путаю. Нет, на выходе функция четная, да ведь? Четная функция получается. У нас функция Фи такой не является. Она цитирует две компоненты. Так что вроде бы все верно. Так. И получается антисимметричная часть дается синусом. Дается синусом. Два на Пи. От нуля до бесконечности. Д омега. Мнимая часть восприимчивости на синус омеги Т. Мнимая часть восприимчивости на синус омеги Т. Так. Если мы сейчас будем интервью эти... Так каких калузов в походе не возникает? Да. Ну, для... Вообще договоряясь вспоминать свойства восприимчивости, у нас там тоже есть четные и нечетные части, да? Симметричные или антисимметричные. Так. 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 Вот сюда еще надо прописать индексы соответствующие. Вот что я задумался. И интеграл здесь на самом деле нули давать не будет. Все правильно. Интеграл нули давать не будет, потому что у нас пределы не симметричные. От нуля до бесконечности. Все нормально. Если бы интеграл был от минус бесконечности, тогда бы да. Тогда можно было бы кое-что установить. Вот. Обратное преобразование можно переписать для симметричной и антисимметричной частей релаксационной функции, основываясь на синусах косинуса. Потому что у нас в общем виде функция релаксационная, она имеет вот такое свойство симметрии. При перестановке операторов и смене знака она меняет знак. Но можно вытащить симметричную часть, которая будет четной функцией. И ей на перестановку пофигу. И можно вытащить антисимметричную часть, которая при перестановке индексов меняет знак. И при смене знака времени тоже меняет знак. В итоге получается вот такая гибридная некоторая гибридная функция. Так что тоже такое-то. Ладно, так лучше. Мы можем теперь вот эти вот интегралы почитать. Так. Их можно теперь продифференцировать по времени. Вот. Считать по частям мы их не будем. Считать по частям не будем. Можно их продифференцировать по времени, найти в итоге производное. Вычислим производное φ. Вычислим производное φs и φt в момент времени т равны нулю. Фи и φа при т равном нулю. Прошу прощения. Что-то я спрямую ходу. Так. Так, 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 так. Зачем мы это можем сделать? Зачем или не нам это нужно делать? Во-первых, мы можем функцию в принципе переложить в ряд Тейлора всегда. Вблизи нуля. Вблизи нуля. Мы можем спокойно сказать, что у нас φ от Т. Это есть φ от нуля. Ну, даже не ряд Тейлора, а ряд Макларена. Плюс φ с точкой при т равном нулю на Т. Плюс там одна вторая. Фи с двумя точками при т равном нулю на Т в квадрате. Плюс и так далее. Поскольку у нас нулевой момент времени, это момент выключения поля для релаксационной функции. Это момент, который где-то вот рядом проводится во время выполнения эксперимента. то, в принципе, мы можем достаточно далеко. Ну, вернее, далеко от него не уходить можем. И в итоге, ну, по крайней мере, вблизи момента выключения поля, для которого определенная релаксационная функция или, наоборот, включение, в зависимости по ситуации, опять же, работает ряд Макларена. Поэтому мы можем записать вот такое разложение. И, естественно, нам нужно найти производное. Нужно найти соответствующее производное. Фи от нуля – это статическая восприимчивость. Она связана с… дает нам… Фи от нуля и хи от нуля – это одно и то же с точностью до множителей. В итоге нам нужны производные для того, чтобы создать полную картину. Давайте мы их вычислим. Пробуем вычислить. Так, d фи по dt. d фи по dt. d фи s по dt давайте посчитаем. Давайте, ладно, буду точку писать. И s с точкой. И s с точкой. В момент времени t. Дифференцируем интегральное вот это выражение. Во времени оно дифференцируется очень просто, потому что восприимчивость от частоты зависит. Косинус зависит, единственная функция зависит от времени. В итоге нам нужно брать просто производную от косинуса. Интеграл по частоте и интеграл по времени – они независимы друг от друга. Вернее, интеграл по частоте и производной по времени – это независимая операция у нас, абсолютно независимая. Поэтому мы спокойно можем производную утащить под знак интеграла и записать вот такое выражение с производной от косинуса. И на s, на минус единица, на косинус, на косинус, на синус, еще омегу забыл вынести, минус единица на омега, на синус омега t. Синус омега t. Если мы поставим сюда t равен 0, то увидим, что первая производная занулилась. Первая производная в симметричной части, она занулилась. φ с точкой s в нуле, очевидно, равна 0. Равна 0, но если мы вычтем вторую производную, то она будет не нулем. Вторая производная, в ней будет уже снова косинус. 2π на интеграл по d омега, восприимчивость. Так, минус единица останется, минус единица останется, омега будет в квадрате. Омега в квадрате, косинус омеги t. При t равном 0, это не 0. Давайте, целиком писать не буду. Косинус превращается в единичку. Косинус превращается в единичку. Так, от 0, от 0. φ, симметричная часть от 0, дает 0. И если повспоминать, что это за такое выражение, это у нас так называемый второй момент функции. Второй момент функции, потому что мы умножаем ее на квадрат аргумента. На квадрат аргумент 3 вычитаем интеграл. Это у нас второй момент функции хит. Второй момент вещественной части восприимчивости. Моментами, дело до этого вы имели, скорее всего, где-нибудь в статфизике. Даже не в статфизике, а в теории вероятности и статистике. Там очистлялись моменты функции распределения. Что первый момент от функции распределения, это было среднее значение. Второй момент, это была дисперсия. Третий момент, четвертый момент, которые обычно уже никому не нужны, никто про ничего не знает. Здесь примерно так же. Но понятие момента, оно просто определяется именно таким свойством, вернее, таким интегралом. Мы берем аргумент какой-то в n-ой степени, умножаем на функцию, интегрируем. Это у нас получается n-ый момент функции. В итоге у нас получается, что второй момент функции восприимчивости вещественной части, вещественной симметричной части восприимчивости, прости господи, не равен нулю. Если дальше продолжать дифференцирование, то мы увидим, что третья производная тоже ноль, четвертая снова не ноль и так далее. То есть все четные производные здесь не нулевые, нечетные производные равны нулю. Все нечетные производные нули. Нечетные производные из-за синуса будет нулем. Нечетные производные нули. Четные производные – это моменты, n-ые моменты функции восприимчивости. d2n фи по dt2n, по dt2n, при t равном нулю будет равно следующее величине. 2 на пи, интеграл, d омега, вещественная часть восприимчивости, минус единица в степени n на омега в степени 2n. Хорошо, позже, ну так назад. Получается, мы можем, в принципе, из восприимчивости вот таким вот образом вытащить четное производное. Если мы, конечно, ее измерили как-то. Ну, либо можно это выражение пытаться обратить и из него вытащить обратно восприимчивость. То есть у нас получается таким образом, что восприимчивость, вначе, моменты восприимчивости, они задают нам производные реализационные функции, то есть разложение вред Тейлора. В принципе, если мы, например, реализационную функцию измерили в каком-то эксперименте время, я говорил, что когда мы вводили, что она довольно легко измеряется в том плане, что мы берем и систему воздействуем как-то, воздействие резко прекращаем, система отрелаксировала, вот этот отклик на вот этот именно процесс релаксации, сигнал, релаксирующая система, это и есть реализационная функция, по сути. Мы можем в итоге восстановить моменты восприимчивости. По измерениям можно определить моменты восприимчивости, и они несут какую-то тоже определенную информацию о строении системы, о том, какие в ней взаимодействия, какие в ней... Ну, в первую очередь, какие в ней взаимодействия, потому что восприимчивость – это именно внутренняя структура системы определяется. В общем, релаксионная функция тоже. Для антисимметричной части можно проделать такую же процедуру. Для антисимметричной части здесь только отличие в том, что под интегралом сидит синус, и если мы начнем дифференцировать φа, то у нас производная первая будет содержать косинус, и поэтому она будет не нулевой, производная вторая будет снова содержать синус и будет нулем. В итоге для антисимметричной, так, кстати, вот здесь надо писать φС, φС вот здесь вот. Для антисимметричной компоненты релаксионной функции у нас, наоборот, остаются ненулевыми, а нечетная производная. То есть аналогично для φС можно проделать. Ну и давайте без вычисления повторно это сделаю, подробно вернее, просто запишу. У нас получается, что производная компонент релаксионной функции, можно так написать, компонент релаксионной функции. Ну, нельзя сказать, что определяются, конечно, можно сказать, даются лучше. Уделяются моментами восприимчивости. Моментами, ну, в общем-то, даже не восприимчивости, а компонент восприимчивости. Четная производная симметричной части, симметричной части по времени. Так, 2n при t равном нулю. При t равном нулю. Это есть, ну, можно записать, наверное, минус единичку, вытащить за знак интеграла. Так, 2 делить на π минус единица в степени n интеграл 0 до бесконечности d омега. На омега в степени 2n вещественная часть симметричной компонента восприимчивости от омеги. И для антисимметричной функции аналогично. 2n минус 1 производная. dt 2n минус 1 претериал 0. Это можно показать аналогично, просто взяв, продиффинцировав интеграл с синусом. Мы хотим на это время тратить. 2 на π. Здесь точно так же будет. Ага. Да не совсем так же здесь будет. Так, минус единица в степени. Давайте. Так, первая производная это будет косинус. Вторая производная синус это 0. Третья производная минус. Ага. Третья производная. n равно 2. Знака минус. Знак минус надо еще поставить. Знак минус надо поставить. Ну, наверное, можно так вот написать. Вот так написать, хотя надо аккуратно проверить. В общем, еще один лишний знак минус появляется. Всегда. Омега в степени 2 и минус 1 на мнимую часть восприимчивости. хи а от омеги. хи а от омеги. Так. И вот так. Вот такие получаются моменты. И нечетная производная для первой и четной для второй равны 0. Здесь получается d2n φ 2n-1 φ по dt И здесь аналогично-четная производная. В итоге у нас есть вполне определенные свойства для компонент реализационных функций. Вполне определенные конкретные свойства. Видим, что они реализовались. Опять же, здесь подтверждается четность-нечетность. Подтверждается четность-нечетность. Хотя вот на самом деле мы никак можно сказать ранее четность-нечетность симметричные симметричные компоненты не рассматривали отдельно. Но вот можно таким образом подтвердить, что они действительно являются четными-нечетными. Отчасти. Ну и, собственно говоря, увязать с некоторыми экспериментальными данными, которые тоже возможно получить. Возможно получить экспериментальными, теоретическими на самом деле тоже. Потому что моменты восприимчивости, они, в принципе, вычислимы еще и иногда, по крайней мере, теоретически для простых систем. Их можно посчитать в общем виде. Ну, не всегда это, конечно, удается. Но можно до определенного предела это обеспечить. Это вот, с одной стороны, один заход в выражение для взаимосвязей фи и хи. То есть мы просто взяли исходное определение, отделили из него вещественную минимуму часть и посмотрели, что будет, взяли обратное призвание Фурье, посмотрели, что будет при дифференцировании по времени. При дифференцировании по времени, мотивируясь разложением Рад-Тейлор. Разложением функции релаксационной Рад-Тейлора. А все у нас, в принципе, определено, по сути дела, вблизи нуля. Существенное поведение функции фи вблизи нуля, поэтому мы имеем полное право. Физическая, не математическая, наверное, но разложить брат Тейлора мы ее можем вблизи нуля и, исходя из этого, заинтересоваться значениями производных. Вот, это один момент такой. А теперь давайте сделаем обратную процедуру. Сделаем обратную процедуру. Попробуем ввязать восприимчивость через Фи. Ай, куда? Чуть линии вывести не получается. Попробуем выразить восприимчивость через Фи. Восприимчивость через Фи у нас так выражена в виде интеграла, а хочется какое-то более простое выражение получить. Вот это вот получилось как раз связь, ну, по сути дела, мы видим, что релаксонная функция появляется моментами восприимчивости. Можно пойти в обратную сторону и задействовать задействовать теперь мимую часть симметричной восприимчивости. Мимую симметричную часть восприимчивости. Почему ее? Ну, собственно говоря, это диссипативная компонента. Просто отдельно можно ее пытаться именно выразить. У нас получили здесь, вот, мы получили компоненты, которые называли дисперсионными. Ну, а диссипативные компоненты, они отдельно с особнячком постоят, можно всегда в поглощение вклад у нас вносит именно диссипативные, которые у нас еще остались. Здесь мы отдельно рассмотрели только дисперсионные компоненты. Опять же, если бы мы, кстати, если бы мы здесь рассмотрели компоненты, если бы мы взяли компоненты диссипативные, что получилось там, чем сходу собразить не могу. Если поставить вещественную часть от хи а. Вещественная часть хи а должна быть равна интегралу от хи а по косинусу. Правую хи а по косинусу. Здесь получается сведка нечетной функции и четной. Не четной функции и четной. Ага. И, видимо, с этим какие-то есть сложности. Что-то где-то зануляется. Ну, функция же не ноль. Здесь не все разумеется. Угу. 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 Так, вот с моментами, честно, немножко у меня какие-то затруднения сейчас возникли. Такие вот смотрю на это выражение. Причем, который год ввиду индивидуственные процессы, и каждый год, каждый год, в этот момент ты думаешь, а почему бы не оставить в стихе а? Ну, и каждый год говоришь, что надо будет это сделать, действуешь дальше и не делаешь. Давайте вычислим мнимую симметричную часть. Так и быть. По определению, через интеграл, через интеграл, исходный, это у нас интеграл по времени от симметричной же части функции φ на синус аменьи t, то есть берем исходное определение снова, вытаскиваем из него симметричную часть и берем от нее мнимую часть. Берем от нее мнимую часть. И что здесь можно сотворить? Можно этот интеграл начать считать по частям до бесконечности много-много раз, потому что φ предполагаем функцией дифференцируемой, синус тоже дифференцируется, в итоге мы можем много раз это выражение посчитать. Если мы возьмем за функцию у в формуле для интегрирования по частям, возьмем релакционную, а синус возьмем за dv, то у нас получится некоторое неинтегральное слагаемое, которое более того будет еще и вполне конкретным числом, потому что интеграл определенный и мы сможем его, в общем-то, даже и вычислить. Поскольку мы знаем, как себя ведет φ на бесконечности, на бесконечности это 0. Ну а φ в нуле? φ в нуле это φ в нуле. Тоже вычислимая вещь. φ в нуле как раз чаще всего посчитать даже легче, чем φ от t. Английски из простых результатов принципов φ от нуля посчитать можно. Так вот, вот это у меня написано, как можно записать синус, чтобы применить к нему интегрирование по частям. Если мы посчитаем косинус, производную от косинуса, это будет минус синус, минус омега-синус, поэтому надо на минус омега поделить, тогда мы получим интересующее у нас выражение. В итоге делаем интегрирование по частям. Первое слагаемое, это у нас будет, ну собственно вот функция v, это получается минус косинус делить на омега, минус косинус на омега, а функция u это у нас φ, это у нас рационная функция, минус единица на омега, косинус омега-т на φ, s от t в пределах от нуля до бесконечности. На верхнем пределе это ноль, благодаря свойствам φ, она у нас на бесконечности убывает, по своему определению она так определена, что на бесконечности она равна нулю. Мы это где-то даже, где-то давно это у нас было, а в нуле, ну косинус нулей это единичка, φs от нуля это φs от нуля. В итоге получается у нас вот это вот первое слагаемое, первое слагаемое с учетом знака равно просто φs от нуля деленное на частоту. Вот получили какое-то первое слагаемое в разложении восприимчивости по частотам. По частотам. Второе слагаемое дается интегралам. Интегрирование по частям продолжается с учетом знака. Знак получается будет плюс. Единицу на омегу можно вытащить. Здесь будет интеграл. Интеграл, интеграл, интеграл. От v по d u. От v по d u, то есть от косинуса омега t. От косинуса омега t. А, ну единичку на омегу я уже вынес. Вот это вот единица на омега на косинус. Это функция v. И по d u. d u это у нас φ с точкой на dt. φ с точкой s от t. Вот у нас. Вот эти вот φ с точкой и dt это у нас d u интегрирование по частям. С косинусом дальше можно сделать то же самое. Просмотреть его как единицу на омегу d синус по dt. И повторить интегрирование по частям еще раз. Снова интегрирование по частям. Получается так вот первое слагаемое уже вычисленное. φ от нуля на омега. Так, здесь что будет у нас? Единица на омега. Единица на омега. Одна единица на омега была. Вторая единица на омега появилась. Синус выполз. И первая производная φ с. Нуля на бесконечности. В нуле это ноль благодаря синусу. На бесконечности это как ни странно тоже ноль благодаря свойствам φ. Поскольку у нас убывает на бесконечности функция φ, то все ее производные тоже симптически убывают. В итоге вот этого слагаемого не будет. Этого слагаемого просто не будет. За счет того, что на бесконечности функция φ зануляется, все ее производные тоже стремятся к ноль. И остается в итоге интегральное выражение. Так, единица на омега теперь уже в квадрате. Единица на омега в квадрате. Так, интеграл от В по ДУ. От В по ДУ. В роли ДУ теперь будет и с двумя точками. Уже в роли функции В остается синус. Синус омега. И далее мы продолжаем точно так же вот эту цепочку. То есть мы каждый раз за функцию ДВ берем синус или косинус. В интегрировании по частям в итоге у нас получается бесконечная цепочка интегралов. Бесконечная цепочка интегралов в результате мы можем записать, что мнимая часть восприимчивости имеет вот такое разложение по сути дела по частотам. Мы по сути дела здесь получим разложение по обратным частотам. Фи от с, ой, фи от нуля, вернее, фи с от нуля делить на омегу. Следующая слагаемая нам даст. Фи уже получается вторую производную. Так, да, вторая производная деленная на омега в кубе. Когда мы начнем дифференцировать следующую, еще одна итерация интеграла по частям, нам выдаст здесь в итоге омегу в кубе. Вторая производная. Так, мне этот 0 нравится на головой. Вторая производная делакционная функция на омегу в кубе. И знаки будут здесь чередоваться за счет тоже интеграла по частям. За счет того, что синус косин чередуют знаки. Здесь будет четвертая производная. Четвертая производная. От нуля на омегу в пятой. Плюс и так далее. В итоге, получается, можно записать выражение даже в общем виде. Это у нас будет сумма, 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 сумма. По n от нуля в бесконечности. Единица. Минус единица в степени n. Деленная на омега в степени n плюс 1. И на n-ную производную. Не правда, не n-ную. Так, а 2n, да? Первая слагаемая. Вторая слагаемая. Так. Тю-тю-тю-тю-тю. 2n плюс 1. 2n плюс 1 надо написать так. При n равном нулю у нас 1. При n равном 1 получается 3. При n равном 2 получается 5. И, соответственно, 2n производная. d2n фи s по dt 2n при t равном нулю. Вот они выше. Вот эти самые производные написаны. Вот получили, по сути дела, обратную взаимосвязь. Только здесь была вещественная часть восприимчивости, а здесь получилась мнимая часть восприимчивости. Мнимая часть восприимчивости. Ну то, что вот такая связь, по сути дела, выражение мнимой части через моменты вещественной части, это у нас средствие во многом в этих соотношении камер-сокронинга. В соотношении камер-сокронинга, вот симметрия между дисперсионными и дисципативными компонентами, которые реализуются, вот она здесь возникла. То есть вот для мнимой части восприимчивости получился такой результат. И аналогичную процедуру можно провернуть для вещественной части хи а. Для вещественной части хи а. Так, вот у нас получается один результат написан вот здесь. Здесь мы выражаем компоненты, производные фи через моменты хи. Другой результат мы выражаем восприимчивость через производные фи. Через производные фи. Давайте я на следующей стадии просто перепишу вот этот результат и без вывода дополню результатом для вещественной части хи а. Мы получили, что у нас мнимая часть хи-с, мнимая часть хи-с. Может быть записано следующим образом. Может быть записано следующим образом. Сумма по n от нуля до бесконечности минус единица в степени n омега 2n плюс 1 на 2n производная. Ну, подразумевая, что нулевая производная это у нас сама функция исходная. И можно абсолютно аналогичную процедуру построить для вещественной части хи а, для вещественной части хи а, связав ее в итоге с нечетными производными. Ну, свойства те же самые получатся, она выразится, вещественная часть выращается через косинус омеги t, через косинус омеги t из-за этого интеграл будет иметь несколько другой вид, несколько другой вид. Так, не от нуля, а от единички он пойдет, прошу прощения, от единички он пойдет у нас. И что у нас тут будет? Что у нас тут будет? Я смотрю металлый зад, пытаюсь придумать. Так, омега в степени 2n, со знаком сейчас разберусь. Знаки тоже чередуются. Это производные 2n-1. В общем-то, те же самые производные, которые мы описывали, они и будут. dt 2n-1 при t равном нулю. Так, и знак, 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 знак. Первое слагаемое отрицательное, второе положительное, третье отрицательное, четвертое положительное и так далее. Значит, вот такая запись. Вот, получаются такие выражения для асимтотики восприимчивости. Получили разложение восприимчивости по частотам. Релационная функция от частоты никак не зависит. Она себя не включает. В итоге получилось, что действительно у нас и вещественная, и мнимая часть восприимчивости они себя ведут именно, убывают быстрее, чем единичка, ну, как единичка на омега или быстрее. Именно это было у нас условием необходимым для применимости, для вычисления, вернее, соотношений камер сотрудника. Потому что если бы асимтотика была другой, то у нас бы реализационная функция, фу, реализационная функция восприимчивости дала бы расходимость. В итоге мы не смогли бы записать соответствующее значение. Оказывается, что она полностью этим способом удовлетворяет, и на бесконечности ведет себя вот какая суперпозиция разных убывающих функций. То есть, получается, самая-самая медленная функция, если мы омега устремляем в бесконечность, самая медленная убывающая, это у нас единичка на омега. В немой части, симметричной части, и единичка на два омега вещественной части. Получаются такие главные асимтотики, получается, вытащили. Можно даже так сказать, что главные асимтотики главные асимтотики хи-эс, мимая часть хи-эс, порядка единицы на омега. Все остальные слагаемые бывают быстрее. Ну, а вещественная часть убывает на одну степень. Сильнее единицы на омега квадрата. Вот, получились такие результаты. Своеобразные немножко, но, в общем-то говоря, вот эти результаты даже еще более удобны и применимы по сравнению с предыдущими, потому что, по сути дела, в эксперименте мы измеряем функцию хи, измеряем функцию хи. Можно посчитать ее производное. Есть способы измерить ее производное напрямую, хотя бы первую, вторую производную. Первую производную в эксперименте точно измеряют. И в результате мы видим, по сути дела, можем вытащить напрямую восприимчивость из эксперимента без каких-то сложных построений и прочего. Такая формалистика, которая лежит в основе многих всяких магнитно-резонансных исследований и прочего. Вот у нас, по сути дела, на этом, буквально за минуту до перерыва можно сказать, что на этом у нас завершается теория. Завершается теория по теории линейного отклика. Мы списали, пожалуй, всю базу, которая есть. Мы, получается, если начать листать, то познакомились с функцией отклика и понятием отклика вообще, в принципе, посмотрели величину радиационной функции, отклик на конкретное взаимодействие, на выключение поля, на снятие поля системы. Ввели понятие восприимчивости, как отклик на периодическое поле, и универсальную функцию, которая позволяет описать все, потому что мы любое поле можем разложить в ряд по периодическим гармоникам. Ну и дальше, связывая эти функции между собой, получили тоже ряд соотношений, в первую очередь, это соотношение Крамер-Сокворнинга, универсальное соотношение между дисперсией и диссипацией в системе. Ведь если у нас в системе не было бы дисперсии, не было бы диссипации. В итоге получается, что в любой системе, в которой есть диссипация, обязательно будет происходить дисперсия, будет наблюдаться, будет реализовываться и распространение, скажем так. Реакция на разную частоту будет разной. Реакция на разную частоту будет разной. Если этого нет, тогда только, вернее, если этого нет, то в итоге не будет никакой дисперсии, ничего. Ни дисперсии, ни диссипации абсолютно. Получается, два строго взаимосвязанных между собой явления. В системе без затухания все частоты ведут себя одинаково в системе без затухания. Благодаря тому, что разные частоты у нас в системе откликаются по-разному, то и возникает в итоге затухание волны, поглощение энергии системы. Ну и дополнительно получили, ввели корреляционную функцию, получили флуктуационно-диссипационную теорему, взаимосвязь между флуктуациями в системе и диссипацией. То есть получили, что на самом деле случайные флуктуации тоже связаны с затуханием в системе, с величиной затухания. Ну и вот напоследок еще некоторые синтетические разложения, взаимосвязь между функцией релаксации и функцией восприимчивости. Это, конечно, можно было дать и где-нибудь в начале, но под конец, под заново, чтобы поставить такую более приятную точку, чем флуктуационно-диссипационная теорема, потому что в ней ничего не понятно. Здесь хотя бы просто математика и все вот такие изложения получили. Давайте пока сделаем перерыв, сделаем перерыв и посмотрим одну маленькую задачку, которая у меня заняла полтора страницы. Но я думаю, что мы куда бедно сегодня с ней управимся с расчетом сейчас, с расчетом проводимости системы зарядов под действием внешнего поля. находящихся под действием внешнего поля. Давайте прервемся пока. Есть какие-то вопросы, буду тоже спрашивать, конечно. Нужно дать небольшой комментарий насчет того, почему нам интересно именно посчитать, ну, почему интересно посчитать значение в нуле. Значение в нуле интересно посчитать потому, что если мы откроем определение этих самых функций где-нибудь у меня все. А, определение реакционной функции. Я что-то сегодня даже открыл чуть ли не все предыдущие лекции, которые были. Похоже, единственную нужную я уже успел закрыть. Какое-то помещение, помещение. Ну, ладно, еще раз строим. Если мы посмотрим на то, как у нас устроена сами функция, как определена функция отклика, как определена функция реакционная, в них во всех входит коммутатор величин, взятых в разные моменты времени. Коммутатор величин, взятых в разные моменты времени. А если мы... Ну, посчитать его бывает немножко затруднительно. Если же мы берем при t равном нулю, то мы его спокойно можем посчитать, потому что у нас нет экспонентов вот этих вот E в степени и ht, E в степени минус ht. Они исчезают при t равном нулю. И в результате у нас получается просто коммутатор двух операторов, которые легко считать. Который легко вычисляется. Поэтому формально получается выражение довольно... Ну, хотя бы, по крайней мере, саму функцию в нуле мы посчитать можем. Ее производное, в принципе, тоже можно как-то косвенно вытащить из разных других соотношений. Поэтому иногда, вернее, получается посчитать еще функцию фи с точкой и фи с двумя точками нет в задачах. В зависимости от некоторого, скажем так, везения в определении операторов A и B и знания их производных. Потому что производная, ну вот в данном случае, вот если у нас есть функция фи, это у нас коммутатор B и A. Если мы возьмем фи с точкой, это будет B, A с точкой. Если у нас A с точкой тоже известна функция, мы можем посчитать все этот коммутатор в итоге в нуле. Возьмем первую производную. Если это известно что-то про последующие производные, можем в итоге дотянуть до тех пор, пока у нас информации хватает. Ну и на практике обычно оказывается так, что примерно 1-2-3 производных они известны, а все остальное уже теряется в экспериментальном шуме, поэтому оно, можно сказать, и роли особой не играет. А вот хотя бы установить 2-3 производных, ну первую, вторую хотя бы производную, если удастся установить, это уже будет довольно ценно и полезно. Тем более, что этот материал описался достаточно давно, когда эксперименты были плохими. Хорошими, конечно, они были, но разрешение было так себе. И было много шума, не было возможности эффективно померить саму восприимчивость. Сейчас эксперименты измеряются. Ну, собственно, восприимчивость и сейчас особо не померяешь. В общем-то говоря. А функция релаксации удобна тем, что она легко измеряется. Еще раз вспомню, что мы просто берем систему, стукаем по ней чем-нибудь, каким-нибудь внешним полем мгновенно, и смотрим, как у нас себя система после этого ведет. Вот это, по сути дела, измерение как раз релаксационной функции реализуется. А чтобы измерить саму восприимчивость, мы должны просто взять и полноценно построить функцию поглощения. То есть, мы должны взять систему, включить переменное поле, подождать, пока все это релаксирует, измерить установившийся отклик. Подмять частоту, снова подождать, снова измерить отклик. И вот так вот до бесконечности, скажем так, в пределах какого-то участка спектра мы должны получить к можно больше точек, чтобы измерить функцию хи. В этом плане функция хи, она измерению подается легко, а вот возникает проблема в том, как из нее восстановить восприимчивость, потому что она более существенная, нежели функция релаксации. Вот здесь вот тоже один из способов, который позволяет нам это сделать. Хотя бы, по крайней мере, это описать. Получить и моменты для дисперсионных компонент, и напрямую некоторые асимптотики, асимптотические выражения для компонент диссипативных. Если мы знаем функцию релаксации и хотя бы одну-две ее производных, то мы знаем, получается, функцию восприимчивости. В теории обычно получить производное выше второй как-то сложновато реально, но, скажем так, можно стараться. Можно стараться, если немножко тут колдовать с уравнениями Гайзом или прочим. Ну, и давайте, давайте мы, пожалуй, действительно, применение всей этой теории хотя бы ноты надо показать. А то мы из всех расчетов, которые были у нас в этом курсе полноценные, делали только расчет функции отклика для осциллятора. И то там было сюда уже притянуто такое ощущение, что мы сначала взяли ее на меганность и устожнили, а потом из этого получили и сказали, о, смотрите, вот эта функция отклика. Вот. Напрямую мы, конечно, функцию отклика считать не будем, это вот у меня остается за рамками материала. На самом деле есть способы посчитать восприимчивость напрямую из операторных соотношений, из разных коммутаторов между ними, из разных не коммутаторов в операторах, но просто коммутаторов, операторов разных. Формально, если мы запишем определение функции восприимчивости, через функцию отклика можно записать ее, вернее, она, собственно, так и выражается. Мы можем вычислить, вернее, можем построить некоторую цепочку дифференциальных уравнений, цепочку дифференциальных уравнений для функции восприимчивости и, вернее, для функции отклика. Ну и, соответственно, восприимчивости тоже одну природу имеют, если мы вспомним, как они определены, то можно построить цепочку дифференциальных уравнений, которая, в принципе, может быть решена. Может быть решена. Другое дело, что с этой цепочкой возникают свои сложности. Если, во-первых, удобнее ее решать в пространстве не во временном, а в частотном, тогда у нас получается даже не система не дифференциальных уравнений, а алгебраических. Если мы сделаем переход к фурьевым образом, как раз тогда получится именно восприимчивость, а не функция отклика на выходе. Но проблема в том, что у нас именно вот ключевое слово не система уравнений, а цепочка уравнений. она оказывается бесконечной. Мы в итоге, когда начнем записывать дифференциальное уравнение и, соответственно, потом алгебраическое для функции, для восприимчивости, допустим, мы его пишем, для восприимчивости выражения у нас. Давайте я так просто... Вы, конечно, можете по губу иллюстрировать, но что-то, честно, я не хочу. На словах лучше покажу. Вот у нас определение функции фи, вот такой коммутатор БА. Если мы его дифференцируем по времени, то там возникает... Ну, при дифференцируем по времени можем в итоге записать некоторый дефорт. ДФИ по ДТ равно производный по времени от вот этого коммутатора. И, используя некоторое соотношение между... Используя уравнение Гайзенберга для операторов, мы можем некоторое упрощение на правую часть навести. Не просто написать Д по ДТ от среднего, от коммутатора, а более конкретной величины сделать. То есть производную можно посчитать. Но проблема в том, что полностью мы ее посчитать не можем. Одно слагаемое посчитается, а второе слагаемое, которое здесь обязательно при этой процедуре возникает, о ней можно подробнее посмотреть в литературе, если, конечно, вдруг неожиданно надо будет. Я уж как-то не расстаиваю. Это статья Зубарев, 1960-й год. Успехи физических наук. В нем подробно все описано. В нем подробно описан весь формализм. И наш с вами курс там описан как один маленький раздел в этой статье, а не небольшая, не огромная статья, как в оригинале у Кубо. Но не суть. Получается, что мы получим второе слагаемое при дифференцировании, которое будет выражать какую-то новую функцию, имеющую подобную структуру. Тоже будет среднее от какого-то коммутатора, от нового коммутатора. И в попытке вот так вот в лоб построить цепочку этих уравнений мы можем сказать, ну хорошо, давайте у нас получилась функция φ, потом какая-то функция φ1. Берем производную dφ1 по dt. Вычисляем по всем правилам. У нас получается следующая функция φ2. И так до бесконечности они друг за другом тянутся, выражаются друг через друга. В результате возникает проблема в том, что надо цепочку либо как-то замкнуть, либо как-то оборвать. Это вот такая, на самом деле, большая теоретическая проблема, которая до сих пор толком не решена, но обычно все равно первых двух-трех функций хватает для приближенного описания многих систем, и этим ограничиваются. Во многих случаях всю цепочку никогда не просчитывали. Мы же сейчас рассмотрим пример более простой, в котором можно свести задачу к именно вычислению, ну хотя бы в первом приближении именно асимтотик, который мы только что получили. Альтернативный подход – вычислять не функции отклика через цепочки дифференциальных уравнений, а вычислять их производное в нуле и получать таким образом асимтотики восприимчивости. Альтернативный подход более простой, дает меньше информации, но тоже, на самом деле, достаточно богатый и полезный. Давайте запишем такой заголовок «Задача об электропроводности». Я постараюсь четвергу придумать материал для контрольной точки, я вроде бы это уже говорил, но еще раз на всяких случаях скажу. И планирую туда вычисление отклика по данной восприимчивости и данному полю. То есть, по сути, совпадает, формально совпадает процедура с вычислением, которое было в предыдущей контрольной точке по теории возмущений. Тоже можно будет взять, по сути, интервал по вычетам. Это одна задача, а вторую задачу я вот думаю, если мы вот сейчас задачу об электропроводности разберем, то можно ли вам задать задачу про магнитную восприимчивость или не стоит. То есть, чтобы примерно такой же формализм применить для вычисления магнитной восприимчивости какой-то системы. Ну, надо опять же посмотреть, потому что мне надо саму задачу, во-первых, сформулировать тщательно и посмотреть, как это сделать. Где-то у меня, может, какие-то наброски есть, но пока ничего нет. Точного, скажем так, описания, ограничения по рукой нет. Итак, задача об электропроводности. Давайте будем рассматривать систему зарядов. Для простоты пусть это будут точечные заряды. С ними реально проще работать, чем с интервалными распылениями плотности заряда по объему. Система зарядов. Заряды E альфа массами M альфа. Пусть будет M альфа. Альфа – это номер частицы. Альфа – это номер частицы. Ну, и сколько-то их у нас в системе есть. Номер частицы. Большое частот, термодерамически большое, так что мы можем спокойно писать термодерамику для этой системы, но формально будем писать тем не менее сумму. нам неважно, сколько тут их присутствует в системе. У нас результаты вычислений будут именно сумма по альфа получаться. Поэтому по желанию можно среднее провести, а можно не проводить. Вот система зарядов, где альфа массами M альфа. Накладываем на нее внешнее поле. Внешнее электрическое поле E от T. Система приходит, естественно, в движение. За счет того, что поле переменное. Накладываем на нее поле E от T. Система изначально пребывала в каком-то равновесии, в каком-то основном состоянии. Возможно, конечно, были термодерамические флантуации. Заряды куда-нибудь подергивались. Не знаю, лежали на диване, подергивали лапкой. Как прицент движения жизни. Поэтому лежа на диване, подергивали ножкой. Особенно в морозную погоду. Накладываем из системы поля. В итоге заряды приходят в какое-то упорядоченное движение. Можно сказать, что возникает ток. Возникает ток. Но обозначим его вектором G. Возникает некоторый ток G. Собственно, задача стоит в том, чтобы найти величину электропроводности. Величину электропроводности у нас формально… Формально… Так. G – это σ на E. Вот такая вот запись возможна. Вот такая запись возможна. И, получается, нам нужно найти… Вот эту самую величину σ – это тензор электропроводности. Возникает… Она является задачей… В этом условии неизвестной. Она является в этом условии неизвестной. Получается, что у нас есть… Есть возмущение. Возмущение E. Есть отклик G. Ну, и какая-то еще должна быть структурная компонента, на которую поле E действует. Чтобы система это поле почувствовала. Вот. Сопоставим. Давайте наши объекты… Ну, то, что дано в задаче, с формальными объектами, которые у нас до этого были. Сопоставим. Так. Ну, скажем так, условия задачи… Ладно, поставим условия с формальными объектами теории. Потому что у нас до этого все время было… По сути, у нас был какой-то абстрактный оператор A, был какой-то абстрактный оператор B и поле F. Ничего не было другого. Сейчас мы попытаемся их навести сопоставление. Ну, с величиной F все понятно. F от T – это E от T. F от T в поле, оно сопоставляется с электрическим полем E. С откликом тоже все понятно. Величина, за которой мы наблюдаем и которая у нас откликается на внешнее воздействие, это у нас вектор G. Вектор G. Ну, время от T можно, конечно, написать, но давайте напишем так уж и быть. Это G. И осталось разбираться с величиной A. Величина A – это что-то, какое-то свойство системы. Какое-то свойство системы. Давайте я ее без аргумента напишу. Некоторые свойства системы, которые определяют нам взаимодействие с полем. A у нас было еще, кстати, векторное величино, если мы вспомним внимательно, потому что Гамильданиан, который писался, это A умножить на F скаляка. И вот здесь можно предположить, можно вернее принять, что это у нас дипольный момент системы. Дипольный момент системы – вектор D. D – это дипольный момент. Дипольный момент системы. Предполагаем, что система у нас в целом электрически нейтральная и имеет только дипольный момент. То есть получается полный заряд системы равен нулю. И вспоминая электродинамику, мы в разложении по мультиполям находим, что следующий компонент в разложении, следующий слагаемый – это диполь. Полный заряд системы – ноль. Полный заряд системы равен нулю. Энергия диполя в поле – это как раз то, что нам нужно. Энергия диполя в поле, энергия D в поле E, она как раз дается тем соотношениям, которые у нас выписывалось всегда. У – это имеется потенциальная энергия диполя в поле. Минус D скалярно на E. Как раз оно, получается, отвечает условиям теории линейного отвлека. Отвечает, скажем так, исходным положением, можно написать так. Исходным положением. Или, не знаю, исходному построению можно, в общем, как-то можно так вместо творческих обыграть. Эту фразу отвечает некоторым исходным положением теории. Напомню, что у нас писалось, что H1, H1 – оператор, это есть минус A на F. Гаммельтаниан возмущение. Возможно, мы обозначали буквы V вместо H1, но, тем не менее, вот такая структура у него была. Скалярное произведение A на F. Получается дипольный обмен системы. Ну и давайте попытаемся увязать эти величины между собой. Попытаемся взять эти величины между собой. Что у нас получается? По сути, базовые элементы у нас все есть. Мы можем записать функцию отклика. Это будет коммутатор от G и D. И попытаться ее посчитать. Какие-то сделать оценки. Хотя бы для нее. Так. Так, 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 так. Давайте мы определим эти самые D и G. Почему они равны? Потому что у нас система, по сути, точных зарядов. Так, дипольный обмен системы. По сути дела, система точных зарядов для нее D и G вычислимы. D явно в общем виде. И давайте мы эти определения напишем. Кроме того, между G и D на самом деле существует вполне конкретная связь в этой задаче, в такой постановке. Системы точных зарядов. Зарядов. Во-первых, момент D. Дипольный момент вычисляется очень легко. Это сумма по всем зарядам. E. Альфа. И на их координаты. R. Альфа. Координаты можно писать обобщенные. Q из теоремеха можно писать и Декартова. Не важно. Дипольный момент равен такой величине. Просто его определение. E на R. Каждый заряд умножаем на некоторое плечо и складываем. Получаем суммарные. Суммарные некоторым дипольный момент системы. То есть показано то, насколько ее заряды размазаны в пространстве вдоль некоторой линии. Ток связан со скоростью движения зарядов. Скоростью движения зарядов в итоге вот просто напрямую. Суммарная вот такая вот величина. Каждый заряд умножаем на скорость. Получаем переносимый заряд. Некоторые. В связанных некоторые точки. Ну и видно, что G это просто на самом деле D с точкой. Это просто D с точкой, потому что скорость это и есть R с точкой. Это на самом деле у нас получается D с точкой. D с точкой. Это свойство нам тоже пригодится чуток G это D с точки. Все это можно обобщить на непрерывную систему через интегралы по объему. Но большого резона нет. Можно и так сделать едок. Всегда. Ой, простите. Можно теперь написать функцию отклика. Функцию отклика, используя несколько ее представлений. Функция отклика в нескольких представлениях. В нескольких представлениях. Мы выписывали всего их общей сложности 9 штук. 9 штук. Запишем. Нам по сути пригодится сколько из них. Сейчас гляну. Пригодится, пригодится. Ну на самом деле одного так-то достаточно формально. Для вычислений достаточно одного базового представления через коммутатор средний от коммутаторов операторов B и A. Но еще одно представление нужно для некоторого такого общего заключения по поводу того, чему же равна восприимчивость в этой системе. Давайте запишем функцию отклика. Фи. Так. Пусть у нас G имеет компоненту К. Везде вот по обозначению. Пусть у нас... Ну давайте я напишу. Мы же всегда писали у нас Фи было B, A. Пусть у нас будет G, K, T, D, L, T, O, T. Мы всегда писали Фи с индексами B и A сверху. Или снизу. По-разному бывало. Давайте вот для краткости буду писать Фи, K, L и K, L. Первый индекс это ток, второй индекс это дипольный момент. Первый индекс это ток, второй индекс дипольный момент. Просто для краткости. Хотя, конечно, G, K, L писать немножко удобнее, потому что понятно где что, а когда просто индексы остаются, можно немножко запутаться. Но обычно с этим сложности не возникало. Итак, мы ее определяли. Где там у нас определение? Вот. И давайте под номером 5 возьмем определение. B от минус T на A. B от минус T на A. Под номером 5. И среднее от коммутатора. А точно ли нам нужно? Да, удобнее использовать. Так, B от минус T на A. B это G. G, K, T от минус T на оператор A, D, L, T. Вот такой коммутатор, получается, нам нужно посчитать. Вот такой коммутатор можно посчитать формально. Ну и при T равном нулю у нас получается коммутатор G, являющийся D с точкой и D. В принципе, это вычислимая вещь, вычислимое значение. Скорость можно вывязать с импульсами, потому что скорость выражается через импульс. Коммутатор импульса и координата, он известен. Поэтому мы формально этот коммутатор можем посчитать хотя бы при T равном нулю. При T не равном нулю здесь сложнее. Здесь, если работать при T не равном нулю, надо строить бесконечную цепочку уравнений, чтобы не получилось T не равном нулю. Вот с одной стороны вот так, с одной стороны вот такое представление. Ну, с другой стороны еще может быть записан следующий вариант. Фи К Л от T. Фи К Л от T. Мы выписывали одно из дополнительных представлений с операцией тильды. С операцией тильды, может быть, смута помните. D ЛТ, G КТ от минус T. Сейчас отлистаю ссылку, где мы сделали такую запись. По-моему, это было не в этой презентации, а в следующей. Вот мы ввели, когда-то давно мы ввели такую специальную операцию тильды, обозначенное интервирование по мнимому времени. И у нас были еще три альтернативных определения, связанные с этой процедурой. Три альтернативных определения функции отклика мы в данный момент воспользовались вторым определением. Вот оператор A с точкой стильдой и еще умножить на B от минус T. B от минус T наблюдаемое, а это свойство системы. Взяли, просто подставили на прямую. B от минус T наблюдаемое, а это у нас дипольный момент. Ток дипольный момент. Индексы видно G и K, они местами поменялись, поплыли немножечко. И вот здесь вот можно посмотреть, что у нас. Берем здесь D с точкой. Мы так смотрим, думаем, ага, D с точкой. D с точкой это G. В итоге мы можем записать здесь вот такую величину. G LT, G KT от минус T. G LT, G KT от минус T стильдой. G LT, G KT от минус T стильдой. Чему это равно? Если опять же покопаться, снова отмотать назад и поискать похожие выражения для различных функций, мы увидим, что это получилась релаксационная функция. Получилась функция релаксации G с тильдой G. Вот свойство релаксационной функции, вот ее определение. Релаксационная функция это среднее от произведения двух операторов, один из которых под знаком тильды. как раз под тильды стоит свойство системы, наблюдаемая стоит свободно с аргументом от времени. То есть у нас получилась на самом деле функция FI K L от T. То есть просто некоторая релаксационная функция. Некоторая релаксационная функция. А теперь если вспоминать материал про фруктуационно-диссипационную теорему и про свойства корреляционной функции, мы можем сказать, что на самом деле вот это вот, вот это вот среднее от двух токов, среднее от двух токов, это некоторая автокорреляция компонент тока формально. Вот из связи релаксационной функции и корреляционной мы можем сказать, что здесь спрятана некоторая автокорреляция двух токов. Здесь спряталась автокорреляционная функция, автокорреляционная функция, компонент тока в системе. В итоге мы получили, что функция отлика на самом деле для данной системы является такой некоторой автокорреляционной функцией. и, собственно говоря, раз эта автокорреляционная функция, значит, это некоторые флуктуации тока. По сути дела это флуктуации тока. Случайные термодерномические флуктуации тока. И на кой черт нам это надо? Надо это для того, чтобы сказать, чему равна восприимчивость. С чем связана вообще восприимчивость? С чем связана восприимчивость? Опять же, у нас есть функционно-досипационная теорема. И в итоге, как частный случай, мы можем теперь записать проводимость. Мы, по сути, функцию φ определили, и проводимость дается, проводимость являясь функцией восприимчивости для данной системы. По определению проводимости, которую тоже надо отмотать в конспектах и найти, она дается вот таким выражением. Интеграл от нуля до бесконечности от функции отклика от функции отклика е в степени минус и омега t, неправда, по-моему, плюс и омега t, минус epsilon t. Минус epsilon t, но epsilon это гуляризующее, и омега t это частотный фактор. Так, давайте, с вирус, с вирус, с вирус, с вирус, с вирус, с вирус. Да, вот она, ниже написано все правильно. И омега t, и от t. Все. То есть проводимость, она же восприимчивость для данной задачи, по сути дела, это восприимчивость здесь, она выражается интегралом от функции отклика, выражается интегралом функции отклика, а по сути дела интегралом от автокорреляции тока. И это получается интеграл от нуля до бесконечности, dt, gLt, gKt, от минус t, и омега t, минус epsilon t. По сути дела у нас получается, что проводимость в системе является некоторой функцией, связанной с фруктуациями тока в системе. И это, на самом деле, результат, он не частный, он общий. Это немножко повторение фруктуационной, диссипационной теоремы, в том плане, что мы увязали восприимчивость с фруктуациями в системе. Восприимчивость получается связанной со средним значением фруктуации. Ну, вот эта вот выкладка – это такое своего рода подтверждение фруктуационно-диссипационной теоремы. Некоторое подтверждение фруктуационно-диссипационной теоремы здесь получилось, что мы там показывали, что у нас действительно восприимчивость и корреляция, автокорреляция величины, они между собой связаны. Только там у нас была обратная запись, мы выражали фруктуацию через восприимчивость. Здесь получилась обратная запись. Обратная запись, но, по сути дела, это и есть результат фруктуационно-диссипационной теоремы. И, на самом деле, если мы анализируем какую-то систему, то предсказать вид восприимчивости, предсказать структуру вот этого вот интеграла на самом деле можно всегда, если, скажем так, если мы знаем, если мы навели соответствие между элементами f, b и a теории, то в итоге мы всегда можем сказать, что у нас, ага, вот эта вот величина восприимчивости, которая характеризует подклик b, должна быть равна вот такой фруктуации вот такой вот величины. Фруктуация каких-то величин, связанных с b, связанных с b и a. Точно так же у нас получится магнитная восприимчивость может быть описана как фруктуация намагниченности в системе, равна средней фруктуации намагниченности. Теплопроводность может быть описана как фруктуация теплового потока, может быть, вернее, выражена через среднюю фруктуацию теплового потока. В итоге у нас получается такое формальное соответствие между функцией восприимчивости и какими-то случайными процессами в системе. Случайными процессами в системе. Ну, давайте процедуру вычисления точного вот именно по этой вот формуле мы оставим по верхней формуле. Оставим на следующий раз. Вот коммутатор GD. Мы его можем вычислить для данной задачи, по крайней мере, найти из него первую, вторую производную функцию отвлека. Давайте мы это оставим на следующую пару, которая у нас будет, по-видимому, замыкающая. Хотя, конечно, осталась еще одна, но дается мне, что можно потратить его на что-нибудь более полезное. Вот основной материал по задаче изложим на следующий парк. Вот контрольную точку тоже постараюсь четвергу, но может не четвергу, может по недельнику там готовить. Так вот, ну, такой примерный срок себе назначаю условно, чтобы ее сформулировать и... Ладно, между задачей надо решить, которая там входит, а потом уже вам ее давать. Вот такие вот примерные слова. В общем, досчитаем на следующий, досчитаем через два дня, досчитаем через два дня в четверг, и на этом у нас изложение теории нейронных процессов, физики нейронных процессов будет более-менее завершено. Линейную теорию, по крайней мере, достаточно всесторонне рассмотрим. Вот такие дела. Запись установлю. Ну... Ну...